hello amigos продолжается томрайдер что это здесь интересно такое не уж то она не провалится до кувырок она и правда делает но проекту урок неплохо было бы хочет хоть что-то научить впервые ну и я жалуюсь обычно на обучение в игре но на обучение когда учат ходить но когда учат каким-то секретным кнопку который кажется в этой игре есть а вот теперь она сломается кто-то в коме написал что типа хрен меня поймешь то игра говно то не говно то есть кто говорил что игра шикарная потом разонравился значит объясню почему сейчас посмотрим старые записи объясню сколько у нее шрамов уже капец такая тигрица полосатая результате долгосрочных раскопок в результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные погодных циклов в данном регионе в прибрежном районе острова острова была обнаружена гробница важного полководца датируемая периодом камакура эта находка недостающий элемент головоломки полагаю именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями но раскопки могил потревожили демонов они демонов тире они они гневаются нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре и именно там нас ждет успех или провал шикардос я поставил на пазу и сам прочитал потому что он читает очень долго древние руины на старой базе управляемой буря я должна понять во всем виноваты фашисты или русские либо то либо это вот в общем а что значит почему мнение об игре у меня меняется туда сюда во первых игра на деле оказалась шутан обычный вообще шутан и не самый удачный в плане управления в плане оружия потому что здесь очевидно как то как мне кажется очевидно навязан лук в использовании лук или пистолет это два единственных точных оружия во всей игре все остальное косо я кривое хер поймешь дробовик вообще какая-то блять не дробовик а брызгалка он не на но то есть если в игре есть дробовик он должен решать вопрос он должен отстреливать головы отбрасывать врагов этот дробовик который сейчас у меня он может только обоссать врагов он потому что брызгает в них своими пиротехническим выстрелами ничего не случается ничего не происходит вот то есть это шутан и здесь врагов всего-то где-то пять или шесть видов на всю игру но при этом до 56 видов и надоедает воевать с ними это то есть одно и то же перепозиционные перестрелки прошел чуть-чуть вперед новая позиционная перестрелка еще чуть вперед новая позиционная перестрелка то есть я обычно не люблю стелс но даже 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 он разнообразил бы геймплей этой игры но почему-то здесь стелс вообще отсутствует вот даже вот если бы хоть одна миссия было это было бы неплохо хорошо когда стелса у стелс умеренный плохо когда вся игра из него сделала но здесь сегодня здесь только пиу-пиу и при этом в этой игре которая из-за них пиу-пиу состоит есть абсолютно классные моменты запоминающиеся это там ну все и все мы их знаем это и полет на парашюте и так далее на вышку залезть там и под мышку залезть то есть вот эти экшен моменты они вот смотрятся очень крутые поэтому когда экшен моменты есть тогда игра мне нравится когда экшен моментов нету она скатывается в обыденности уныние и тогда игра мне нравится резко перестает что это за шутер где автомат настолько косой что из него можно воевать только в упор то есть она делает выстрел дула начинает задираться прицел расширяться кстати пистолетных патронов накопилось просто тьма теперь можно луком не пользоваться то есть вот так никакого никакого духа исследования или супер интересного сюжета я не вижу но интересного сюжета не вижу потому что наверное я не читаю этот миллиард книг которые здесь набросали но просто вот нету такого ощущения нету знаете нету стимула даже читать эти книги обычно если читаю какие-то книги в игре значит мне до усрачки интересно чего же происходит на какие-то бури какой-то остров блять вообще неинтересно не плевать что это за ветер дует какая-то дешевенькая мистика интересная мистика бывает только там где есть хоррор вот где-то реально интересно понять что случилось тут нихрена не интересно тут эти какой-то остров древний заброшенный если бы знаете это был какой-то остров, где все люди непонятно из-за чего вымерли, и надо узнать эту причину. Это было бы интересно. Но здесь люди бегают, какие-то бандосы, просто дуют бури и мешают им уйти. Это, как бы сказать, это детская мистика абсолютно. Мистика-дерьмистика. Остров погибших кораблей. Лучше бы это был Бермудский треугольник, я не знаю. И здесь под водой жило какое-нибудь супер-чудовище огромное. Там восьмиголовый змей. Я не знаю, что-нибудь типа того. Это было бы интересно. Здесь просто какая-то пимика, тем более азиатская мистика. Вообще меня никогда не интересовало. Ну, в смысле, древняя китайская культура или что тут на этом острове. Это даже не индейцы. Это какая-то фигня. О, затвор. Передернуть. Дульный тормоз. Теперь у меня снайперский пистолет. При этом арсенал оружия здесь ну, прикольно сделано, что оружие модернизируется, но все-таки чувствуется, что у тебя пушки одни и те же. Да, этот автомат стал типа точнее и прокачаннее, но он все равно кусок дерьма. Все-таки лучше было бы, чтобы оружие и модифицировалось, и была возможность разные пушки находить. Потому что большим арсеналом еще ни одну игру не испортили. Это как количество машин в гонках. Чем больше, тем лучше. Так. Что-то тихо. Видать, засада. Берег печали называется эта локация. И теперь, и теперь ломаются эти стены, на которые я раньше смотрел и не понимал, что она не нужна. То есть игра начинает заставлять ходить по одним и тем же местам в два раза. Плюс ко всему, да куча. Мне нравится, что фильмы, что игры, где ты продвигаешься только вперед, но не ходишь кругами. Когда ты двигаешься только вперед, это всегда интересно. Когда ты ходишь по одному и тому же месту, это всегда неинтересно. Ну, для меня, по крайней мере. Может, у вас по-другому. Как-то не знаю. Очередное громкое тихое убийство. Давайте сюда! Вообще странно, потому что я лез, по-моему, с пистолетом в руках. А как дело дошло до оружия, я сказал, что у меня в руках лук. Компьютер интеллект тоже тупорылый. Заметьте, что он стоит в упор, расстреливает камень, вместо того, чтобы открыть огонь по мне. Хотя до этого они стреляли очень точно. Проклятые коты сбивают меня с мысли. Сначала пусти их в комнату, потом выпусти, блядь. И орут, и скребут. Надеюсь, я иду правильной дорогой. Вот единственное, зачем нужно это чутье, это чтобы смотреть, куда идти. Причем оно работает как-то абсолютно по-глупому. Оно работает только, когда персонаж стоит, блядь. Я ни в одной игре такого не видел. У Ассасини на ходу, блядь. В Бэтмене взгляд этот тоже, по-моему, на ходу. Еще где-то на ходу был. Везде на ходу. Кроме как здесь. Потому что персонаж баба. Баба два дела сразу делать. Ну, может, но не очень. Хорошо. Мина, а что, ее разминировать, что-нибудь можно? А что такое? Какого хрена ты тут... Что за... Блядь. Да вам нечем думать, что вы пиздите. Подумали. И уплыл на нем в вечность. Да, и следующий будешь ты, если будешь... Хлопать с этой фурточкой. Да, и рыбу пусть грызет. Да по тебе видно, что ты пожрать-то любишь. Обголодал. Кормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет, что рассказать. Надеюсь. Никогда больше не услышать имя Пинько с приливом. Нет. Не может. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это. По его глазам. Он думает, что воскрешение Пинько ключ к побегу с острова. Боже. А Матиас это не этот в очках? Хотя здесь все безумие. Эти бури неприродное явление. Пришлое. Столько персонажей, что я уже забыл, как его зовут. Когда Эньюранс попал в бурю, я почуял, что-то темное, что-то живое. Остров проклян. Лара, ты куда? Под базой на Утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Да, отчалишь ты. Что-то мне не нравится, это черное. И дело вовсе не в том, какого она цвета. Все-таки что за мина? Интересно. Блять. Вот почему ты не цепляешься? Итак, что же это такое здесь? Черная мандюлька за пять опыта. Мина. Что она делает? Мина, сука, видимо, только взрываться может. Баша ни зачем не нужна. Ой, по три патрона можно стрелять с пистолета. А из автомата? Блять. А из дробаша? Ничего. Интересно. Ноу-хау. Так, куда теперь Ларри надо? Ой, а это что такое? Ой, что, гробница, что ли? Нет, просто секрет. С патронами для дробовика? Отлично вообще. Отлично. Так, опять прыжками. Вот, кстати, мне кажется, что определяет качество игры, когда персонаж всякими прыжками и кувырками передвигается быстрее, чем просто бегом. Это, по-моему, настолько глупо, что просто непонятно, как вообще так можно было сделать. Это что за хуй? Этот кабан что, на меня напасть хотел? Нет, он просто ходит, походу. Пумба гребаный, сука, напугал. Я же убить могу. Я его и так могу убить, в принципе, за это дают какой-то опыт. Просто я против насилия над животными, даже в играх. Вот. Пусть бегает, хрюкает где-нибудь в другом месте где-нибудь опыта на дыбы. Так, что это за говно? Что тут надо сделать? Ну, привяжет она, нет? Нет, не привязала. Скинуть, что ли, надо лифт каким-то образом? Нет. Там есть камень, да, на который можно зацепиться, но она ничего не привязывает. А, рычаг. Ну, да. Что он слабо как-то был подсвечен. Отлично, все, все работает в лучших традициях. Удивительно ли, что она допрыгнула. Ну, и где она поднимется здесь? По кругу. Не самый плохой альпинизм здесь, надо сказать, что он довольно неплох, но каких-то глобальных задач, связанных с тем, чтобы куда-то залезть, игра не ставит. Зато задача выстрелить куда-нибудь канатом, тут просто до усрачки. Это самый горбатый остров, наверное, в мире, просто одни скалы и пропасти. Он из них состоит на 99%. Так, блядь. Ну, вылетела из головы кнопка прыжка, блядь, что поделать. И где-то... Отлично, снова уже задница. Инстинкт самосохранения не позволил ей отменить мою команду отпуститься. Смотрите, у меня же есть этот приборчик, который там как-то позволяет мне как-то ездить. Да-да-да, точно. Вот я о чём и говорил, когда проходишь обучение, нельзя, блин, переставать играть сразу же, надо закрепить пройденный материал. Но специфика... Блядь, да заебала ты, чё, криворукая, блядь, или что? Где? Почему она не схватилась? Манда, бля. Господи. Почему нету спринта, ёб твою мать? Только и слышу, что всё это есть в мультиплеере. Нахуй нам не там нужно, блядь. Всё, собрался, залез, всё, хватит. Аллилуйя! Ой, опять какая-то, опять какой-то важнецкий журнал. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Ещё эти бедолаги с Endurance. Такое горе. Кто-то пишет. Зато какой драматизм ситуации. Офицеры Endurance найдены. Только легендарный Яматай, а ещё и кораблекрушки. Непонятно. Непонятно, кто пишет и зачем мне дочитать. Про бедолаг с Endurance. Значит, недавно написали, получается, после крушения этого кораблика. По сетке Рабица мы, видимо, лазить не можем, да? Что странно, как минимум. Да, не можем. Почему не можем? Ну, его знает, что и мешает, блядь. А, вот. Отличный прыжок. Я, я, глядь. Я не жду от неё. Заметьте, что она будет, как Spider-Man, просто к поверхностям пролипать. Я просто вижу, что иногда она, ну, просто не хочет откровенно цепляться пальцами за какие-то выступы, за какие-то верхушки. Просто не хочет и всё. Она хочет, вот, чтобы прям лесенка, труба какая-то была. Ну, сейчас, чё. Могла бы сама перелезть, вот, без прыжка доставала. Очередная, очередная загадка. Спотянуть. Или толкнуть, или вдуть. Я не понимаю, почему вот она, когда тянет, она девчушка, которая весит, ну, дай бог, полтинник, она сама не подлетает и не бьётся лицом об то, что она вот пытается к себе подтянуть. Или что, она так уверенно стоит на ногах, что ли? Какие-то странные законы физики. Вот я уже задавал вопрос, почему при выстреле из дробовика люди не отлетают. Кто-то начал мне объяснять, что там энергия куда-то пропадает. Да никуда она не пропадает. Знаете, что тупыми пулями из пистолета Макарова человека можно отбросить, если выстрелить ему в тело. На то он и есть, пистолет Макарова, что он обладает останавливающим эффектом. То есть там пули не пробивают практически насквозь, они тупые. Ну, это как мне объяснял человек, который дослужился до капитана в нашей армии. Когда я ему говорю, слушай, что у нас за пистолет такой, блядь, Макару? Говорю, у всех нормальный, вот хуйня какая-то маленькая, косая, блядь. Он говорит, а-а-а-а, а вот тут не всё так просто. И как задвинул мне эту лекцию, ё-моё. А тут дробовик, тут вообще, то есть, просто вылетать должны от него. Хотя хрена узнает этот дробовик-то, старый японский, блядь. Который, я же говорю, брызгалка, только обдристать им кого-нибудь, нахуй. Этот дробовик, он нужен для того, чтобы унижать людей, а не убивать. О, детали для лука, это, это сильно. Я, я не знаю, как этот лук может стать ещё круче, но, видимо, может. Осладцы, у нас приказ, никого не впускать и не вытаскивать. И убьют каждого, кто сюда зайдет. У вас перебор, не рогите! Умрём! Блядь. И уроня! Очередной счастливый обладатель хер знает каких доспехов. А-а-а, блядь, самурай. Иде конец! Да, в упор всё-таки дробовик тащит. Своё дело делает. И вот сейчас, кстати, человек мне показал, что нормально отлетел. Но только после того, как сдох, разумеется. Какая бы на них ни была броня, понимаете, вот даже в бронежилет пуля попадает, а, как мы знаем, нередко ломает рёбра. То есть удар-то не гасит защита, а здесь стальные пластины. Ну, в общем, всё равно удар есть удар. Энергия прилетела, надо как-то её гасить. Поэтому тело отлетает. А здесь как-то, ну, не знаю. Здесь игра сделана так, про что эксперты из игромании обычно говорят, что стрелять неинтересно. То есть, ну, нет, не чувствуешь стрельбы. Вот здесь дробовик такой. Я вижу, что да, он может убить кого-то в упор. Но нет того разрушительного ощущения, как, как бы, ну, который обычно даёт стрельба из дробаша. Всё выше и выше и выше, сука. Вот бы отсюда, ёбница. А, долетит, не долетит, вот в чём вопрос. Возможности где-то здесь сцепляться я не вижу, надо прыгать. Да для разбега, в общем-то, возможности тоже не особо здесь. Долетело кое-как. Новая модификация оружия. Вот что, модификация чего? О, а какого оружия именно-то чё не написали? Опять, опять я тут не был? У них чё, все пушки повзрывались, что ли, я не понимаю, от чего-то. Пушка-то примерно миллиметров, наверное, 320 где-то. Дальнобойное береговое орудие. Но кто нападал на этот остров, если он тут какой-то, блядь, тайный, секретный и бурей постоянно. А зачем хрен его я тут всё-таки настроил? Погоня за ветром исследуем. А вот теперь задание исследовать гробницу. Вот. Наконец-то, обязательная гробница, которую ты можешь хоть и обосраться, обныться, что хочешь будешь сделать, но всё равно ты её должен пройти. И это правильно. Ещё бы, если бы здесь какие-нибудь слепые монстры, как в фильме «Спуск» нападали в этих гробницах тёмных, было бы вообще шикардос. Вот. Реально, вот. Игра должна... Даже вот такой шутер, который просто немножко примитивный, он должен состоять немножко из стелса, чуть-чуть хоррора. Это всё украшает игру. Вон как в FIF я играл, когда там вся игра стелс, которую я ненавижу. Но, правда, я её прошёл как шутер, всех перебил. Но когда там появилась внезапная миссия в приюте Мойры, в которую я выложил пару кирпичей, это был просто восторг. Я посчитал, что это лучшая миссия просто в этой игре. Ровно как и шахта в Итани-картере. Где я просто не кирпич, а валун там выложил, когда выпрыгнул этот, сука, путевой обходчик грёбаный. Ага, и снова начинается шутан. Мы нашли гробницу, и тут появились демоны Они. Демоны Они или Они, я не знаю, что это за демоны Они. Как так писать можно. А ну-ка, как он прочитает? Они, я так и подумал. Тогда почему с маленькой буквы. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они. На тот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровища, говнища. Мы, мы, мы ничего не смогли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О боже, неужели Они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они. Все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, её надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Осака. Ой. Ой. Не та кнопка. Э, тоже пойдёт. О, а вот и высохший китаец. Японец, вернее. Так, что, лагерь-то разблокировался? Фиу-фиу. И спортивный лук. А, я думал, что композитный лук это и есть спортивный лук. Обалдеть. Разрывные стрелы. Ни хера себе. Не хватает у меня запчастей на модификацию. Немножко печальненько. Ну, я надеюсь, что хватит в следующей серии. Кстати, здесь какой-то отпечаток. Видно, что сюда можно залезть, я так понимаю. Нет, нельзя. Просто так отпечаток. Шикарно. Ладно, на этом серия заканчивается. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всё, как всегда. Адьё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...